всем огромный огромный привет и сегодня у меня закупка продуктов на ближайшие дня три возможно четыре посмотрим где-то я рассчитываю на ближайшие три дня по заранее составленному меню как раз на эти три дня и по составленному списку общем сегодня я от списка не отклонялась вообще закупка мне вышла на 2000 рублей и я посетила три магазина это пятерочка семи шагов и магнит в общем то ну и давайте покажу вам что купила конечно же часть продуктов можно сказать основная масса продуктов у меня еще есть дома поэтому это такая докупка для моего меню в общем мясо какие-то там сыр и колбасы и зелень ну в общем много чего у меня еще есть дома все гарнира у меня есть дома поэтому их сегодня в закупочке не будет но в общем то знаете решила попробовать такой формат для себя лично в общем составлять заранее меню и потом уже со списком продуктов готовым идти магазин потому что ну знаете я такой человек в общем я прихожу магазин особенно если голодная то мне начинает всего хотеться у меня же сразу в голове мелькают такие мысли чтобы приготовить вкусненького из всего этого и я заметила за собой особенно в последнее время я стала так скажем покупать продуктов больше чем нам нужно больше чем нам требуется в готовке вот ну и соответственно такие у меня покупки были разрозненные то есть я например куплю что-то так вот захотелось мне потом домой прихожу вечером думаю о хочу завтра приготовить какое-нибудь блюдо а у меня не хватает еще вот того то того то опять иду в магазин и опять покупаю лишнее в общем поэтому много слов но решила попробовать вот так девочки кто у меня а по составленному меню готовит скажите как у вас это получается потому что я пару раз пробовала но я поняла свою ошибку я делала сразу на неделю меню и меня не хватало в общем сейчас решила так вот знаете на два-три дня вперед хотя бы планировать и готовить но давайте поехали в общем по закупке начнем как всегда с фруктов овощей и давайте я вам сразу покажу у меня здесь картофель уже не стала класть на стол в общем картофель вот такой вот в сетке фасованный здесь два килограмма 565 грамм покупала в магните и картофель ну в принципе такой знаете неплохо потому что развесной и в магните в пятерочке но не очень скажем так ну и теперь давайте к остальным покупкам взяла на салат и перчик дела один потому что потому что просто вот ну не было знаете хорошего перца такого чтобы выбрать вот выбрала более-менее поэтому весело один но думаю на пару дней хватит добавлять в салатике также у меня здесь грибочки грибочки шампиньоны обычные я их взяла вот ровно на одно приготовление больше мне не потребуется поэтому набрала и они были как раз такие меленькие симпатичные также взяла небольшой вилок капусты это капуста которые свежий урожай новый урожай как называется также на салат и конечно же айсберг айсберг мы очень любим особенно я и марсель в общем марсель у меня тоже постоянно клянчит этот салат когда я стою и готовлю какой-нибудь салат или даже сэндвич с этим салатом в общем он прибегает и просто такими глазками знаете смотрит он не скулит не там не гавкает не как-то не не лезет не просит но он такими глазами смотрят что в общем приходится его угостить но он с удовольствием есть этот салат и в принципе собакам такой салат можно у него никаких реакций нет поэтому вот мы с ним очень любим также взяла томаты томаты фламенко такие не раз покупала сливовидный здесь 450 грамм чем 4 томатика они очень вкусные опять же таки из развесных не было но ничего приличного хотя я бы сейчас вот именно пока летом как-то более-менее развесное такое она вкусная я хотела бы купить конечно на развес но магните у нас вообще как-то все такое упакованное продается а в пятерочки вот было на развес но такие все мятые помидорки то же самое с огурцами поэтому огурчики тоже взяла вот такие короткоплодные люкс 450 грамм они вкусные я их и зимой покупала очень часто они действительно вкусные а из развесных как и сказала но выбрать совсем было нечего также у меня здесь по фруктикам значит дела яблочки вот такие были красивые сезонные взяла несколько штук затем взяла 4 таких больших апельсина просто магазин зашла и так вкусного запахла апельсинами вот они прям даже здесь сейчас я вам говорю и пахнет апельсинами общем поэтому решила взять апельсинки я думал апельсин или мандарин но вот апельсины были ароматные поэтому думаю будут вкусные также небольшая связочка бананов брала не сильно много потому что еще несколько бананов и яблоки у нас есть дом поэтому нужно эти на ближайшие три дня я думаю это будет всего более чем достаточно ну и также зеленые яблочки которые любят у нас лиза с марселем в общем взяла тоже это грани смит для готовки взяла морковь взяла морковь в этот раз не мытую мытая была но она уже какая-то вся завявшая а вот наша любимая упакованная белорусская так и не появилась пятерочки очень жаль она была очень вкусная поэтому взяла несколько штук таких и взяла еще пару свеколок тоже нужны будут для готовочки я хочу сделать одну вот эту небольшую свеклу это свекла с чесноком и майонезом в общем мы смотрим такое любим дети у нас не очень а вот эту вот крупную свеклу я взяла чтобы сделать знаете так тоже небольшое количество винегретика так чтобы на раз поесть и все так с овощами и фруктиками мы закончили давайте теперь покажу по молочке что купила взяла вот такой вот творожный данон взяла две штучки с бананом и ананасом и вот такой вот йогурт чудо ягодное мороженое это вот который большой формат у них 690 грамм в общем взяла попробовать детям на перекусы с печеньем потому что те йогурты которые они пьют почему-то у нас пропадают из магазинов в общем то есть то нет вот сегодня их не было поэтому взяла вот это вот чудо попробовать но чудо как у нас обычно всегда также взяла два творога искренне ваш 9 процентов 180 грамм упаковочки на сырнички и масло это масло которое я беру для выпечки всяких кексиков и печенюшек здесь 500 грамм и она была на скидке поэтому тоже взяла так что у меня здесь еще сейчас покажу то что купила с целью попробовать в общем пятерочки увидела вот такие фисташки жареные соленые здесь принципе в окошечке можно на них посмотреть 100 грамм там есть еще и большая такая упаковка и вроде как в окошечке смотришь на такие красивые фисташки фисташки мы любим но вот красную цену никогда не покупала просто передо мной девушка знаете так взяла сразу несколько упаковок я так присмотрелась если честно я даже не обращал внимание что есть красная цена фисташки это тут просто девушка передо мной взяла так думаю стоп надо попробовать надеюсь не будут вкусные кстати кто пробовал пожалуйста напишите как они вам вот это попробовать и еще из попробовать взяла вот такую вот шоколадно-ореховую пасту это же пятерочка так фокус вот в общем вот так фирма называется вот такая вот паста в принципе состав у нее практически нутелла 330 грамм здесь но и знаете особо цена так я посмотрела и не отличается от нутеллы уж сильно так но сейчас на нее еще небольшая скидочка была чем уж у меня любит как им говорила нутеллу вот нутелла и милка еще в общем милку я сейчас опять же таким не нашла у нас в магазинах спросила тоже в пятерочке девушка сказал что не привозят им давно милку она у них вообще бывает редко вот в магните и тоже не нашла поэтому взяла вот такую пасту в общем он попробует мы попробуем и возможно даже будем такую покупать не знаю в общем тоже вот из разряда попробовать дела два товара также печенюшки крекеры в общем взяла зерница наши любимые крекеры с кунжутом и семенами льна здесь 80 грамм если я не ошибаюсь там 180 грамм и еще увидела вот такой вот с розмарином тоже те же самые можно сказать крекеры на только с розмарином с розмарином я как-то покупала такие не помню фирма но в общем такие большие упаковочки они тоже такими крекерами идут и там есть разные разные вкусы и с розмарином тоже были они были вкусные надеюсь эти будут вкусные ну и детям скажем с йогуртом я взяла вот такие вот печеньки кремен кульская зоохрум в общем это вот такие вот будут всякие фигурки они метод такие печенюшки любят давно и чтобы не покупала не нападал на самом деле 300 грамм также зашла в магнит и в одной спасли последний по моему даже закупочки вам показывал что взяла по скидке добрянку и в общем то мы тут сможем подумали что пока на них хорошая скидка надо взять еще немножко в общем я взяла еще такой небольшой тоже пакетик несколько штучек и что у меня еще и здесь по хлебушке не по хлебушку в общем хлеб взяла оладушкин гамбург зерновой на закваске вот 400 грамм упаковки я как раз люблю такой хлебушек вот увидела его он тем более был на скидке взяла ну и моим детям мужу в общем они любят вот такой вот беленький батон их любимый как всегда оладушкин 300 грамм взяла ну в общем то вот такая вот у меня получилась закупка надеюсь у меня получится придерживаться своего меню потому что ну в общем то хочется знаете с ростом цен на продукты и причем они у нас сейчас не снижаются по крайней мере на санкт-петербурге в те магазины в которые я хожу они не снижаются у меня просто знаете нет ни времени ни желания бегать там по сотням магазинов и рынков выискивать что-то что-то такое интересное по выгодной цене в общем поэтому я хожу в ближайшие магазины и там цены знаете такие ну на прежнем уровне что-то даже стал стал чуть дороже конечно даже что-то чуть-чуть подешевел но в принципе поэтому я решила в общем составлять меню чтобы не делать таких знаете бездумных покупок в порыве желания как то так на этом хочу с вами попрощаться пожелать вам всего самого-самого наилучшего до новых скорых встреч пока пока